Максим Соколов в прошлом успешный российский хоккеист. С женой Ирины они перестали жить вместе, но сохраняли теплые отношения. В семье были сыновья Максим 18 лет и Арсений 15 лет. 13 июня 2019 года в поселке под Санкт-Петербургом в семье хоккеиста Максима Соколова произошла трагедия. Тело 45-летней жены Ирины Соколовой было найдено в их доме. Старший сын хоккеиста Максим также был найден в доме без сознания, с ножевыми ранениями шеи, груди, кистей рук. Эксперты, получившие тело Ирины на экспертизу, были шокированы характером нанесенных ей травм. Они в точности до мелочей напоминали колумбийский галстук. Колумбийский галстук считается одним из самых садистских способов убийства. Кровавые следы убийцы на полу говорили о том, что совершив убийство, человек хаотично ходил по комнате. Это можно было объяснить тем, что он принял запрещенные вещества, либо же он болен шизофренией. Максим Соколов, старший сын, не мог принимать наркотики, ведь он ежемесячно сдает анализы в хоккейной команде. Попавший под подозрение, младший сын хоккеиста Арсений был задержан и допрошен. Но позже отец поручился за сына и его выпустили. В ходе допросов мальчик рассказывал свой вариант произошедшей истории. Старший брат Максим зашел в его комнату на втором этаже коттеджа с кухонным ножом в руках. Арсений же в этот момент спокойно лежал на диване, занимаясь своими делами. Максим сначала стал его душить, а потом попытался бить его ножом. Арсению чудом удалось выбить ногой нож из рук брата и сбежать во двор, где он перелез через забор и побежал просить помощи у соседей. Вместе с соседом, взяв с собой два кухонных ножа, они вернулись в дом Соколовых. Тогда Арсений увидел маму без признаков жизни. Тут его как подменили, и он, бросившись на брата, ударил его в грудь и в шею. Со старшим братом Максимом Соколовым поговорить долгое время не удавалось. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. На теле Максима насчитали большое количество ранений. Изрезаны обе кисти, проколота грудь, повреждены разные органы. Сотрудники правоохранительных органов навещали его дважды, но никакой ясности Максим так и не внес. Он заявил, что ничего не помнит. Возможно, данная амнезия проявилась на почве шока, где стерлись все травмирующие психику воспоминания. Или же он намеренно не хотел ничего говорить. Врачи сообщили, что повреждения на кистях Максима выглядели, как будто он оборонялся, а не нападал. Никто не верил в то, что Максим мог совершить такое, ведь он был долгожданным ребенком. Еще в три годика у мальчика обнаружили лейкоз. Примерно в это же время рождается Арсений, но в основном все внимание было приковано к старшему и больному Максиму. Когда у малыша обнаружили страшное заболевание, это было тяжелое время. У ребенка брали пункции из позвоночника. Он страдал, но не сдался. Врачи не давали родителям никакой надежды на то, что Максим сможет выжить. Но на зло всем мальчик справился и стал перспективным хоккеистом. Он любил маму, которая выходила его. В школе он характеризовался как спокойный, открытый. Никакой грубости и хамства не проявлял. К старшим относился всегда с уважением. По рассказам близких, у Максима были прекрасные отношения с матерью. Он начитанный и очень умный. Полная противоположность младшему брату. Арсений был всегда умен, но не хотел учиться. Психологически он был странным. Ирину, мать мальчиков, вызывали в школу только из-за него. Он не ужился в прошлой школе и перешел в нынешнюю. Друзья Арсения не верят в то, что это все могло быть его рук дело. Да и в последнее время юноша много жаловался на агрессию брата. Говорил, что тот срывается по любому поводу. При ссоре с мамой из-за какой-то мелочи разбил лобовое стекло автомобиля. Проиграл в приставку, разбил телевизор. Арсений рассказывал, что в последнее время замечал странности в поведении брата. Так, примерно за два месяца до трагедии Ирина с детьми ехала в машине. И Максим вдруг начал рассуждать о жизни и смерти. А потом вдруг предложил матери и брату семейное убийство. Тогда на слава юноша внимания никто не обратил. Близкий человек семьи, который знаком с ситуацией, утверждал, что случившийся поступок больше похож на младшего Арсения. Он всегда был проблемным мальчиком. Проблемы в учебе. Последний год перевелся на домашнее обучение из-за поведения. Да и с Максимом вовсе не ладил. Была проведена реконструкция событий. Экспертизы показали, что на кухне, где произошло преступление, была драка. Судя по следам, не исключается, что в ней принимали участие все трое участников трагедии. Следовательно, убить Ирину мог любой из братьев. Или они это сделали вдвоем. Также многие, кто был знаком с погибшей Ириной, говорили, что она в последнее время вела себя странно, увлекалась ведической культурой, публиковала посты такого плана, как «Мужик без ножа – не мужик». Тем временем интернет наполнялся заголовками о том, что на похоронах Ирины Арсений вел себя странно. 15-летний сын стоял практически позади всех. В его руках не было свечи, а некоторые присутствующие уверяли, что на его лице скользила еле заметная ухмылка. Тогда предполагалось, что молодой человек все еще находится в состоянии шока после пережитого. Возможно ли такое, что всю жизнь Арсений ревновал родителей к старшему, более успешному брату, которого практически вернули с того света, а теперь души в нем не чаяли. Расследование длилось очень долго. Эксперты говорили о том, что все удары ножом матери старшему брату нанес 15-летний юноша. По версии следствия, мотивом преступления могла стать зависть к старшему брату, который был любимцем родителей. Суд был готов вынести меру пресечения для Арсения, но вдруг все новостные источники замолчали и перестали писать об этом деле. И внезапно 15 января 2020 года было объявлено, что дело закрыто. Официальные представители следственного комитета сделали сообщение для СМИ. В убийстве Ирины Соколовой виновен ее старший сын Максим Соколов. Следствие установило, что в тот момент он находился в состоянии невменяемости, а также страдает психиатрическим заболеванием. Возможно, он будет направлен на принудительное лечение. Окончательное решение должна принять специальная комиссия из опытных специалистов. Психиатр из Петербурга Игорь Сорокин ответил на некоторые вопросы, связанные с этим делом. Он рассказал, что бывают ситуации, когда человек сходит с ума внезапно, до той степени, чтобы убить близких. Такое происходит, если человек был болен, но болезнь купировалась медикаментами, либо какие-то странности уже наблюдались, но им не придавали значения окружающие. Вялая шизофрения. В данном случае болезнь прогрессировала и, видимо, достаточно давно. Также доктор подчеркнул, что онкологическое заболевание, которое было обнаружено в детстве, могло повлиять на психику молодого человека. Такие случаи нередки, тем более, когда онкология идет с детства. Это доказанный научный и медицинский факт. Физические болезни серьезно влияют на психические. Когда Максим смог заговорить, он твердил лишь одно – ничего не помню. И это вполне вероятно. Максиму Соколову сейчас грозит пребывание в психиатрической лечебнице тюремного типа, которых в России всего семь штук. Там содержатся люди, которые совершили преступления, но были признаны невменяемыми. 9 из 10 обитателей – убийцы. Врачебная комиссия в такой лечебнице собирается раз в год по поводу каждого пациента и принимает решение, выпускать его или нет. Серийные убийцы выходили оттуда буквально через пару лет. Следствие установило, что Максим нанес Ирине не менее 33 ударов ножом.